добрый день дорогие друзья меня зовут алифтина добро пожаловать на канал алиф кудюксю в европе бушует коронавирус музеи закрыты однако некоторые особо творческие люди как-то выходит из ситуации например сейчас на елисейских полях своего знаменитого кота выставляет бельгийский художник филипп гелюк посмотрим не знаю насколько этот персонаж популярен в россии во франции его очень любят а все благодаря комиксу под незамысловатым названием ход впервые художника нарисовала этого кота на своем пригласительном на свадьбу и животное заставило улыбнуться всех гостей а уже через пару лет код печатался в бельгийской газете лисуах как и положено любому уважающему себя коту у него есть жена дети племянники есть даже любимый бармен а уже поскольку кот очень любит белое вино есть у него также и психолог нам очень повезло и мы встретились со скульптором совершенно случайно не планировали знакомьтесь филипп гелюк филипп гелюк филипп гелюк филипп 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 Но я знаю, что русские любят речь, и они любят речь и речь также о силах, и рассказать об обучениях. Поэтому я думаю, что кот может им понравиться, и может быть, он может быть. А, да, это будет хорошо, кто говорит русский. В общем, Тантин и Астерик, они очень известны от нас, поэтому я думаю, что это все. Ей-м, я надеюсь, что вы, чтобы вы говорили о моем. А, с удовольствием. Каждый кот перед вами сделан из бронзы и весит до 1200 килограммов. Вес основания почти каждого памятника составляет около полутора тонн. Самая большая скульптура высотой почти 3 метра вот эта. В переводе с французского она называется «На канате». Вы можете догадаться, что каждый кот Филиппа Гилюка обязательно нас к чему-нибудь отсылает. Эта скульптура олицетворяет святого мученика Себастьяна. А идея этого кота уже навеяна древнегреческой культурой, а точнее изображением Атланта, который держит на своих плечах небесный свод. Груз кота перед вами сделан из пластиковых бутылок. А вот этот симпатичный толстячок очень напоминает картину колумбийского художника Фернандо Баттеро «Балерина у станка». Баттеро, кстати, тоже когда-то выставлялся на Елисейских полях. Напомню, что художник изображает людей и фигуры в преувеличенном объеме. Сегодня Баттеро обладает репутацией одного из самых признанных и цитируемых художников Латинской Америки. После Парижа у котов будет турне по Франции. Конечной точкой путешествия животного является Брюссель. После чего коты разъедутся по своим владельцам. 16 из 20 статуй уже проданы по цене от 300 до 400 тысяч евро за каждую. Средства, вырученные от продаж, пойдут на создание музея кота, который Филипп Гелюк планирует открыть в Брюсселе в 2024 году. Во Франции художник награжден Орденом искусств и литературы, а на родине – Королевской государственной наградой Бельгии, Орденом короны. Статью Филипп Гелюк можно найти в Ларуси – главном толковом французском словаре. И вишенка на торте – астероид 181627, так и называется – Фил Гелюк. Филипп Гелюк далеко не первый создатель комиксов в Бельгии. Наверное, самый популярный художник – это Жош Хэми, который печатался под псевдонимом Эрже – первые буквы его имени и фамилии. Именно Эрже придумал известного вам Тинтина. И по мотивам комиксов о приключениях этого журналиста сегодня уже сняты многочисленные мультфильмы и фильмы. Бельгийские иллюстраторы так хороши, что в конце 2020 года оформлением рождественских витрин галереи «Лафайет» занялся соотечественник Гелюка и Эрже – художник Том Шамп. Он рассказал нам историю девочки по имени Селест, которая, путешествуя по миру, не забыла заглянуть и в Россию. Быть может, в период пандемии другие художники последуют к примерам Гелюка и Батера. И очень скоро мы увидим на улицах Парижа какие-нибудь другие интересные скульптуры. До скорой встречи на канале Олег Пхудюксен будет, как всегда, интересно! Субтитры создавал DimaTorzok